Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте. Я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду рассказывать о том, почему людям с расстройствами пищевого поведения настолько трудно быть собой иногда, что они делают всё возможное, тратят огромное количество усилий, чтобы быть кем-то ещё. И я даже говорю не о масках сейчас, не о том, чтобы стать лучше, а о том, чтобы действительно, абсолютно серьёзно быть другим человеком. Но прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать и делать всё возможное, чтобы помочь каналу продвинуться в рекомендациях Ютуба. И, может быть, так люди с расстройствами пищевого поведения смогут найти эти видео, и, может быть, они будут им полезны. Так вот, почему люди с расстройствами пищевого поведения иногда совершенно не могут быть собой. И это может выражаться в трёх разных формах, а точнее, чаще всего это выражается в трёх разных формах. Во-первых, люди с расстройствами пищевого поведения чаще всего это девочки, молоденькие девочки с анорексией. Сейчас их меньше стало, но ещё пару лет назад их было очень много. Они не просто отвергают свою сексуальность, они не просто отвергают свою принадлежность вообще к женскому полу как таковому, они заявляют о своей трансгендерности, о своей небинарности, о некой другой гендерной или половой идентичности, и количество вот этих молоденьких девочек, худеньких, анорексичных, которые стригутся под мальчика в этих радужных носках. Их было какое-то время назад, их было так много, сейчас их стало меньше, я не знаю, может быть, это какое-то временное явление, может быть, культурное, но их было так много, что это наводило на мысль о том, что это определённо связано с анорексией. Сегодня я буду говорить о том, как это связано. То есть, во-первых, люди с расстройством пищевого поведения могут хотеть изменить или отрицать свою половую принадлежность или свою гендерную идентичность. Это вариант номер один. Вариант номер два. Люди с расстройством пищевого поведения могут менять фамилии, имена и даже отчество. Менять их либо в документах, либо придумывать себе новые имена и просить всех называть себя этими новыми именами. Это, кстати, встречается особенно, опять же, часто вот у этих девочек с анорексией, которые отрицают свою гендерную идентичность, и они как бы, вот они придумывают себе, сейчас вот очень важно оговориться, важно было это сказать, речь не идёт действительно о людях, которые гомосексуальны, либо которые трансгендеры, либо у них действительно есть какие-то особенности, связанные с половой идентификацией. Речь идёт о том, что появляется вместе с анорексией. То есть не было-не было, потом заболела анорексией, и вот ещё вдруг она сказала, что теперь она больше не Маша, а теперь её зовут Дэнни, причём она не мальчик и не девочка, и она просит всех своих домашних, заставляет или просит, или требует, чтобы теперь её называли только так и обращались к ней в третьем роде, во множественном числе, они, то есть чтобы ни он и ни она. Вот. Вот так это может быть. Или люди буквально меняют документы, меняют фамилию, меняют имя, либо третий вариант – это когда люди меняют свою внешность, причём они не просто худеют, а они прям серьёзно к этому подходят, они делают пластику, они колят ли политики себе в лицо, они, то есть они меняют там цвет волос, цвет глаз, там разными способами, хотя бы линзами, ну то есть делают что-то, чтобы максимально измениться, чтобы в зеркале на них смотрел какой-то другой человек, который по-другому выглядит. Я уж не говорю про такие мелочи, как придумывать, как себя вести, как держаться, как разговаривать, ну такими мелочами уже редко кто заморачивается. В основном это вот эти три вещи, то есть смена гендерной идентичности, смена имени, либо изменения, такие кардинальные изменения внешности. Это довольно часто происходит с людьми с РПП, но не всегда это так ярко выражено, то есть это может просматриваться либо в большей степени, либо в меньшей, а что у людей с РПП обнаруживается чаще, чаще, чем вот эти вот вещи, которые такие прям, ну то есть это прям так вот надо что-то сделать, прямо что-то вот, прямо озадачиться этим вопросом, что чаще встречается у людей с РПП, это то, что они как бы придумывают себе другое прошлое. Сейчас поясню, не в том смысле, что вы выдумываете, что вы там потерянный в младенчестве, там, не знаю, член королевской семьи. Нет, мы же говорим о нормальных, адекватных людях. Это что-то такое, например, вот вы жили в каком-то, вот у вас была какая-то плохая семья, там все пили, вас не любили, и как-то вас обижали, и вы как бы это забываете, на этом не акцентируетесь, но вот у вас была бабушка, которая вас любила, которая была тёплая и хорошая, и вы цепляетесь за эту информацию, и так искренне начинаете верить в то, что у вас было замечательное детство. И если вас спросят, где вы жили, и как вы жили, вы расскажете не про барак вот этот с алкашами, а про бабушку, и расскажете, что у вас было вот так, а ещё вы играли на фортепиано, а то, что вас били, например, каждый божий день, вы этого как бы вот не вспомните. И вот у вас будет такое прошлое, какое-то другое, и это будете не вы, и вам будет принципиально важно как-то особым образом одеваться, как человек с таким прошлым, как-то разговаривать особым образом, как человек, который читал вот такие книжки и получил вот такое образование. И очень-очень важно, чтобы по вам вообще не было видно, откуда вы вышли, что вы, допустим, из семьи алкоголиков или из какого-то, из каких-то трущоб или что-то в этом роде, вы прямо вот тщательнейшим образом просто берёте и это всё отвергаете, как будто этого всего не было. То есть, ещё раз, мы отрицаем свою гендерную идентичность или просто даже принадлежность к какому-то полу, имя, внешность и прошлое. И все эти четыре варианта могут существовать одновременно. Чего-то больше, чего-то меньше. Что-то в первую очередь, что-то так совсем чуть-чуть в фоновом режиме. Всё это может переплетаться. Если говорить, например, о причине у этого, могут быть немного разные, но суть всегда одна. Вообще людям с расстройством пищевого поведения им вообще тяжело быть собой. Любой РППшник это знает. В том смысле, что человек с расстройством пищевого поведения, как правило, испытывает такое количество стыда и неприязни по отношению к себе, что он бы вообще с радостью, как бы был бы не собой, а кем-то ещё. Как бы вот так бы изменился, чтобы не просто там стал улучшенной версией себя, а чтобы вот того меня вообще не осталось в идеале. Вот не осталось. И на это обычно тратится очень-очень много усилий. И если мы говорим вот об этих девочках, которые готовы не есть вообще, чтобы сохранить тело, чтобы у них не выросла грудь, чтобы у них не выросла попа, чтобы они не начали превращаться в женщин, а сохранить тело такого, даже не девочки 11-летней, а какого-то такого бесполого, такого вот какого-то существа, ни мальчика, ни девочки. И имя-то у неё такое-то уже она себе придумала, не женская. А если её изначально звали, например, Саша, так вообще красота. Ещё легче. То есть когда имя не имеет чёткой половой принадлежности, можно вообще не употреблять полную форму тогда, тогда ещё проще как бы не быть, не быть женщиной. Они перетягивают себе грудь, например, если она у них растёт. Для них это всё невыносимо. Не начинают влюбляться в девочек. Очень часто за всеми этими вещами стоят травмы. Обязательно. Практически, ну я не знаю, но подавляющее большинство РППшников это люди глубоко травмированные. Глубоко травмированные. И если вот это вот, когда речь идёт об отвержении собственной сексуальности, то это, как правило, просексуализированную травму. Про сексуальную травму. Это травма, либо связанная с сексуальным насилием как таковым, либо человек что-то увидел, либо, ну сложно сказать, что именно, но вот это нежелание быть женщиной, нежелание становиться женщиной, часто определяется тем, что есть ощущение, что быть женщиной опасно. как бы, вот если я, если у меня нет этих половых признаков вторичных, то мне безопаснее. Если я такая бесполая, то мне безопаснее. И тогда вот это нежелание быть девочкой, нежелание быть женщиной, нежелание взрослеть сюда же примешивается. Такое вот, если я уж буду взрослеть, то я тогда хочу взрослеть как парень. Тогда хотя бы. Называйте меня Дэнни, я постригусь под мальчика и никогда в жизни не надену юбку. Мне тогда так безопаснее. Это не все анорексики, это часть анорексиков. То есть это какая-то травма, обычно имеющая сексуальную какую-то такую основу. Это не значит, что девочка стала, опять же, для мам, что она стала жертвой сексуального насилия. Не обязательно. Иногда сексуализированные травмы, это может быть что-то такое, знаете, размытое. Иногда это какие-то такие сексуализированные игры со сверстниками без насилия. Это может быть какое-то легкое растление. Это могут быть какие-то видео в интернете, когда ребенок нечаянно натыкается, например, на порно. Или порно, связанное с насилием, например. И его это шокирует. А может быть он вдруг обнаруживает, что его тело возбуждается непроизвольно. И возникает очень много вопросов к себе. И возникает очень много стыда. И очень много отвращения. И тогда самое простое, что можно с этим сделать, это просто взять это всё и отторгнуть целиком. Вот всё. То есть даже вплоть до того, что я вообще не женщина. Вообще это всё я не хочу, не согласна. И называйте меня, пожалуйста, в третьем лице. Употребляйте местоимение бесполы. Вот. Что касается смены фамилии, имени и отчества, то там, конечно, тоже в глубине лежит травма, но чаще всего это травма, связанная с семейными отношениями. Фамилия и отчество. Имя нам дают родители тоже. А если ещё мы тебя назвали в честь там, бабушки, мамы, папы. Имя нам дают родители, фамилию нам дают. Фамилия к нам приходит от родителей. Когда человек чувствует, что он хочет сменить, он хочет, чтобы его звали по-другому, он хочет, чтобы его ничто не соединяло с этой семьёй. То есть это, как правило, про нежелание принадлежать этой семье, этим людям. И это, конечно, тоже про травму. То есть либо там было насилие какое-то в семье, либо очень сильно не любили, либо, ну, в общем, что-то очень плохое там происходило, и я не хочу быть частью этого. И я хочу даже имя сменить, чтобы мне ничто не напоминало о том, частью какой системы семейной я являюсь. Потому что я не хочу быть её частью. Я отказываюсь быть её частью. И смена имени, и фамилии, или отчества – это такой манифест. Это как будто ты берёшь какие-то огромные ножницы и отрезаешь всё к чёртовой матери. И всё. И ты другой человек с этого момента. И ты можешь начать с чистого листа, с новой вообще, вот с новой строки. А что касается изменения внешности, то есть когда человек худеет, понятное дело, но когда он прямо прикладывает очень много усилий, чтобы в зеркале видеть другого человека. Это буквально про это. Про то, что я не могу видеть в зеркале это лицо. И это, как правило, травмы, связанные с насилием и унижением. То есть мне настолько стыдно и мне настолько больно быть собой, я не могу даже смотреть на себя. Я не могу. Я хочу каждый день, подходя к зеркалу, видеть там не это лицо, а какое-то другое. И даже не в смысле красивее или другое. Я хочу видеть другое лицо. Я хочу видеть там другого человека с другими скулами, с другим носом, с другими губами, с другими глазами, с другими волосами, чтобы по возможности было другим всё. Травмы, связанные с насилием, с унижением, это буллинг, это избиение, это оскорбление, это сексуальное насилие туда же, там очень много стыда. Это когда очень много стыдили, позорили, унижали публично. Вот тогда тоже человек может, не справляясь со всем, что с ним произошло. Здесь очень важный момент. Вот в этом особенно случае, когда человек меняет внешность очень сильно. Да, впрочем, наверное, и во всех остальных тоже. Это когда очень тяжело принять тот факт, что со мной это на самом деле произошло, что это реально произошло со мной. Нет, что это не где-то существует в мире, что это со мной произошло. И когда мы не можем забыть то, что с нами произошло, мы говорим, это были не мы. Вот то, это было не я. Вот это я. Вот это я. Вот я другая совсем. У меня цвет волос даже другой. Это другая. Я другой человек. Это было не я. Да, я как бы знаю, что это было я, но это была какая-то, как бы, как бы не настоящее я. Вот как бы другая я. Вот как бы, не знаю. Не я. Вот я. То не я. И вариант, когда, четвёртый вариант, когда мы практически создаём себе ложное прошлое, но оно как бы не совсем ложное. Ну, как бы и не так, чтобы очень, но вот знаете, как вот человек говорит, меня били, унижали, насиловали, там, не знаю, морили голодом. Ну, то есть, в общем, нормальное детство, как у всех. понимаете? То есть, вот даже, вот это как бы вообще норма, да? Ну, вот когда человек не то, чтобы даже пытается найти в своём ужасном, допустим, прошлом что-то хорошее, а когда он просто берёт и создаёт как будто в сознании какую-то другую реальность, вот какое-то другое прошлое. Вот, он как будто какой-то вот, если что-то там и было плохо, то по недоразумению. На самом деле, вот вообще не про него. Вот на самом деле настоящая жизнь была вот там, вот не с этими девочками, которые меня там, ко мне отвратительно относились, а вот с моей тётей, которая меня водила в музей, в театр, и там всё было настоящее. А это было не настоящее. Мне стыдно об этом вспоминать, мне противно об этом вспоминать, и я поэтому не буду об этом вспоминать, я буду помнить только вот то другое детство, которое мне подходит. И все вот эти вот истории, да, когда человек меняет внешность, гендерную идентичность, когда человек меняет имя, когда человек придумывает себе альтернативное прошлое, все вот эти вот истории имеют перед собой только, имеют под собой только одну цель. дать мне ощущение, что раз у меня было другое прошлое, значит, и будущее у меня будет какое-то другое. Не такое, которое мне было предназначено, а какое-то другое. То есть, если меня били, насиловали и унижали, значит, я человек, с которым это происходит. И значит, у такого человека, которого бьют, насилуют и унижают, у него и будущее какое-то такое, где вот это всё есть, потому что в его жизни это норма. А если у меня, если я как бы отторгаю это прошлое, где это всё было, я получаю шанс на какое-то другое будущее. Если я не человек, которого бьют, насилуют и унижают, значит, у меня может быть нормальное будущее, в котором меня будут любить, в котором меня уважают, в котором я достойный член общества, в котором со мной считаются, в котором к моему мнению прислушиваются, в котором я что-то из себя представляю, и я важна. Потому что если со мной вот это всё было, то как я могу быть уважаемая, важная, как меня кто-то может слушать, как мои слова могут для кого-то что-то значить, ведь люди, которых бьют, насилуют и унижают, они туда не попадают. Их жизнь вот там, вот в этом трэше, вот в этом ужасе, они туда не попадают. Чтобы я попала туда, я должна вот это всё каким-то образом удалить. Удалить я это не могу. Что я могу? Я могу сделать. Поменять имя, например. Притвориться, что я – это не я. Притвориться, что у меня было вообще, что вообще всё со мной не происходило. Это происходило с кем-то ещё. Пусть это была я, но это была не я. Потому что я изменилась. Я как-то взяла и переродилась. И теперь это уже всё не считается. Вот. В чём здесь проблема? А, важно, потом скажу, в чём здесь проблема. Сначала вот что скажу. Как отличить нормальное человеческое желание что-то улучшить в своей жизни? Или, например, не вспоминать плохое? Или изменить форму носа? Ну, бывает. Ну, нормальное человеческое желание. Как отличить это вот от того, о чём я говорю? Об невротической истории, об РППшной истории. Как это отличить? Когда вы просто хотите что-то улучшить в своей жизни, ну, например, просто поменять фамилию, потому что ваша фамилия, ну, не красивая. Ну, некрасивая она, неблагозвучная, неприятная, не нравится вам. Или это фамилия, там, не знаю, вашего папы, который вас бросил. Вы не хотите её носить. Вы хотите носить какую-то другую фамилию. Имейте право. Вы, здесь главный ваш мотив – это желание. Вы можете жить с тем, что у вас есть. Вы можете жить с этим носом. Но вам бы хотелось другой. И вот вы, значит, говорите, ну, как бы ладно, я всё-таки денег накоплю и сделаю себе другой нос. Денег накопили, сделали себе другой нос, всё счастливы с этого момента. Когда это невротическая потребность отторгнуть себя, изменить себя, не быть собой, тогда вы не можете жить с таким носом. Вы не можете. Каждый раз, когда вы подходите к зеркалу и видите это лицо, вы готовы рыдать, вам плохо, вам ужасно невозможно. Вот это травма. Вот это травма. Мы определяем наличие травмы по боли. Если есть боль, если что-то болит, значит, что-то повреждено, значит, есть какая-то травма. Вот. Так вот можно отличить. Так, а что я собиралась сказать? Забыла, что хотела сказать, отвлеклась. Ну, не суть. Почему это… А, почему это проблема? Чё-то попало в глаз, извините. Почему это проблема? Это проблема потому, что если вы хотите не быть собой, вы обречены на провал. Вы обречены на провал, потому что вы – это вы. И вы это знаете. Если вы нормальный, психически здоровый, адекватный человек, у вас нет там диссоциативного расстройства личности, вы не расщепляетесь на какие-то там, не знаю, там, псевдоличности. Если вы нормальный человек, вы знаете, что вы – это вы. И как бы вы себя не перекраивали, и как бы вы фамилии не меняли, и что бы вы с собой не делали, вы – это вы. Вы искренне хотите измениться, но, по сути, вы притворяетесь, это обречено на провал. И вы всё время будете застревать в этом состоянии, когда такой, как я есть, тем, кто я есть, я быть не хочу, отказываюсь, не согласна, а тем, кем я хочу быть, я быть тоже не могу, потому что это невозможно. И мне и здесь плохо, и туда я попасть не могу, и поэтому я всё время между в этом состоянии неудовлетворённости, в этом состоянии несчастья, в этом состоянии нежизни, потому что я хочу обеспечить себе то будущее, о котором я мечтаю, но я-то знаю, я-то знаю, что это меня били, насиловали и унижали, я могу сколько угодно притворяться, что это было не я, но я-то знаю, что это я. Так не работает. Так не работает. Нужно всё делать, как всегда, идти в травмы, разбираться с травмами. И разбираться с травмами. Так, что-то ещё у меня, у меня такое ощущение, что я что-то забыла важное сказать. А, как же это связано с РПП-то? Важно же, РПП. Ну, во-первых, это и есть чистое РПП. Только это такие очень крайние формы. Но когда человек пытается заморить себя голодом, знаете, когда люди с РПП мне говорят иногда, вот, например, на Рексике говорят, они говорят, я хочу есть 200 калорий в день, вообще постоянно, навсегда, чтобы я весила вот ровно столько, чтобы только вот умирать каждый день, но вот так вот, чтобы не полностью. Это вообще, ну, это тотальный отказ от жизни. Тотальный отказ от жизни. И это такое, вот когда я этого добьюсь, вот тогда я и заживу, вот тогда и наступит счастье, вот тогда всё и будет как надо. Вот, а на Рексике при этом рассуждают так, вот когда я уже похудею окончательно, вот окончательно, вот прям, чтобы вот косточки, косточки, вот как только я похудею окончательно, вот тогда я смогу жить. Люди с компульсивным перееданием говорят, у них всё то же самое. Они говорят, вот когда я сброшу эти 20 килограмм, они все хотят сбросить, только от разного веса. Вот когда я сброшу эти 20 килограмм, вот тогда я уже смогу жить. Вот как я есть, я не могу. Вот как я есть, это невозможно. Но вот когда я похудею, тогда это будет возможно. Вот. И вот эта вот бесконечная история, когда я не могу, как сейчас, а мне надо стать кем-то ещё, и тогда я смогу жить, ну, это чистое РПП. У булимиков это, кстати, меньше гораздо про то, как они выглядят, это больше про их личные качества. У булимики вообще меньше заморачиваются по поводу внешности, ну, такие чистые булимки. Для них это в основном про то, какие они люди. Успешные ли, достаточно ли они стараются, достаточно ли они добрые, достаточно ли они профессиональные, там, ну и так далее. Но не суть, смысл тот же самый. И, как я уже сказала, вот эти вот придумывания новой себя, это то же самое, только в крайней степени, в такой максимальной степени. Когда это уже не про вес, уже не про вес, а про что-то большее. И у людей с РПП нежелание быть собой, нежелание как, ну, невозможность. Я просто не могу согласиться с тем, кто я есть. Ну, не могу. Мне настолько плохо, что я прям не могу. Вот это нежелание быть собой есть всегда. Всегда. А я описала сегодня крайние формы его выражения. Всё, собственно, что я хотела вам об этом рассказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. Ссылки, как всегда, в описании к этому видео. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там чуть больше контента. И там есть группа поддержки, чат, где люди обсуждают разные вопросы, связанные с РПП. И я тоже там всегда, чтобы отвечать на ваши какие-то вопросы, на ваши просьбы о помощи. В общем, пишите мне. Можете под видео. Можете в социальных сетях. И пока. Пока.